Продолжение следует... Кроме просмотра всех камер было установлено, что преступник отправился в сторону скульптора Головницкого 16А. Были собраны все участковые нашего Курчатовского района. Им дано было задание, чтобы они проверили все магазины, а также все видеозаписи, хранящиеся в данных магазинах. И в одном из магазинов была установлена видеозапись, где наш предполагаемый преступник заходил в магазин. Потерпевшие сразу опознали в нем того человека, который на них напал с ножом. Впереди увидела мужчину, мужчина шел мне навстречу. Мужчина по приметам вы запомнили? Да, запомнила. Он был невысокого роста, был одет в синий пуховик и синяя шапка. Опознать этого мужчину вы можете? Конечно, он протянул ко мне руку, пытался забрать у меня телефон, следил меня за капюшон, ну и оторвал, в принципе, место от капюшона. Число месяца, год рождения? 16 января 1974 года. Ранее за что судимы были? 161-й, грабеж, разбой. В данный момент за что привлекаетесь? За разбой, грабеж. Судейным раскаиваетесь? Да. Вину признаете? В период с 2015 года по текущее время с целью повышения эффективности профилактики и раскрытия преступлений административных правонарушений во взаимодействии с администрацией города и представителями компаний-застройщиков во вновь возведенных микрорайонах города Челябинска открыты участковые пункты полиции, оборудованные системами видеонаблюдения, видеокамеры которых охватывают территории административных участков, обслуживаемых участковыми уполномоченными полицией отделов полиции управления МВД России по городу Челябинску. Один из таких современных участковых пунктов полиции расположен в микрорайоне Парковой на территории, обслуживаемой отделом полиции Курчатовский. С помощью камер наружного наблюдения, установленных в данном микрорайоне, а также благодаря проявленному профессионализму сотрудников отдела полиции Курчатовский, а именно старшего участкового уполномоченного Кирилловой и оперуполномоченного отдела уголовного розыска Тетерина, были раскрыты тяжкие преступления, совершенные на территории микрорайона Парковой в ноябре 2017 года. Личность и местонахождение подозреваемого полицейские установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний местный житель. Преступление подозреваемый совершал в вечернее время во дворах жилых домов, нападая на женщин и похищая сумки и сотовые телефоны. При этом в двух случаях злоумышленник угрожал потерпевшим ножом. В настоящее время в отделе полиции Курчатовский управление МВД России по городу Челябинску по всем фактам грабежей и разбойных нападений возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу.